Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова. Сегодня день сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне праздника на торжественном мероприятии Следственного комитета присягу приняли новые сотрудники. Руководитель региона поздравил представителей республиканского ведомства. Александр Соловьев поблагодарил Следственное управление за большую работу по укреплению правопорядка и справедливости за вклад в сохранение стабильной общественно-политической ситуации в республике. Александр Соловьев выразил уверенность, что пройдет организованно с полным соблюдением действующего законодательства и предстоящая кампания по выборам депутатов Государственной Думы. Это общая задача власти и правоохранительных органов, подчеркнул глава. Он пожелал сотрудникам органов следствия благополучия и успешной работы на благо отечества и российского народа. В Удмуртии сохраняется запрет на ввоз турецких фруктов и овощей. В запрещенный список продуктов в этом году попали также турецкие тыквы, кабачки и баклажаны. Ввели ограничения и на ввоз в республику продуктов из Уганды, Афганистана и Сомали. Накануне сотрудники Россельхознадзора подробно рассказали журналистам о ситуации с продовольственным эмбарго. Так, недавно была уничтожена большая партия запрещенного к ввозу в Россию итальянского винограда. Продукцию изъяли на одной из городских баз. Более трех тонн уничтожено, плюс к этой цифре у нас еще прибавляется последний виноград в 210 килограмм-100 грамм. В сравнении с 2015 годом это почти в два раза больше. Если в 2015 году мы выявили одну тонну 600 с копейками килограмм, то в этом году у нас пополнился и перечень продукции, которая выявляется, и страны, которые выявлены, запрещенные. Ну и соответственно объемы тоже растут. По словам специалистов управления, чаще всего в Удмуртии привозят запрещенные польские яблоки, киви из Греции, турецкие томаты и перцы. Сегодня дорожники республики работают на 14 объектах по строительству сельских дорог. Всего новых сельских дорог в Удмуртии будет построено в нынешнем году 55 километров. Работы идут четко по графику. К ноябрю все трассы будут готовы, заверил руководитель дорожного ведомства. Виктор Вахрамеев лично проинспектировал один из объектов в Волнарском районе. Какое качество гарантируют строители, выясняла Светлана Буланова. Данный прибор показывает уплотнение 32 мега-ньютона на квадратный метр. Коэффициент уплотнений земельного полотна здесь в норме. Такое заключение сделали специалисты дорожной лаборатории. После контрольной проверки дорожники начнут отсыпать следующий слой дорожной одежды. Щебеночно-песча на гравийную смесь. На материалах, говорят подрядчики, не экономят. Да и халторить тоже нельзя. Как можно экономить? Здесь проверка ездит в месяц. Три раза едет куратор. От УПР автодора проверяет. Приезжает в лабораторию, в любой момент может проверить. Контроль полностью идет. Народ сам выходит, контролирует. Конечно, сейчас уж каждый первый дорожник или ЖКХ. Все знают, как строить. Все помогают. Подсказывают даже. В отношении качества только одно могу сказать. Отслеживается каждый этап строительства и реконструкции. 20 лет эта дорога точно простоит. Заручился подрядчик в деревне Серб. Ее очень ждут. Дороги здесь вообще не было. Дети – это более 20 человек. У нас ходят в соседнюю школу Новоучанскую. Ходят каждый день пешком. Дороги не было. И поэтому, соответственно, не было школьного автобуса. И мы надеемся, с появлением новой дороги у нас появится и автобусное сообщение. Строить двухкилометровую трассу, соединяющую Серб с Новым Учаном, дорожники начали в середине июня. Сегодня работы выполнены уже на 80%. Докладывают подрядчики главному дорожнику Удмуртии. Виктор Вахрамеев лично проинспектировал этот объект. Трасса проходит через реку Варага. Через нее прокладывается специальное искусственное сооружение. За сооружение еще укрепительные работы идут. Не размоя? Нет, это исключено. Это самое главное. Ширина такого сооружения более 21 метра, длина равняется 12. Мостостроевцы используют здесь специальную технологию. Раньше проблемно было. Вот эта шахта, она время от времени бывала, что в весенний период не справлялась эта шахта, размывала. А это сооружение уже, можно сказать, вечное уже. Тем более, если гидроизоляция двойная, она защищена полностью от попадания влаги. К концу августа эта долгожданная дорога будет сдана. В целом в Удмуртии сегодня прокладывается 55 километров новых сельских дорог. Работы на всех 14 объектах идут четко по графику. К ноябрю все трассы будут готовы. Светлана Буланова, Илья Терендяев, телеканал «Моя Удмуртия». Сотрудник исправительного учреждения Удмуртии вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса, уступив только коллеге из Татарстана. Конкурс проводится раз в три года, и для управления и исполнения наказания это всегда большое событие и проверка своих сил. Почему победил наш земляк, Елена Галимулина расскажет. Внимание, ответ. Ставим здесь. Здравствуйте, господин. Проведу с вами занятия по социально-правовому информированию. Так начинается рабочий день Азата Хикматулина, начальника отряда по воспитательной работе с осужденными. В исправительной системе он пять лет, три года на руководящей должности. Что войдет в тройку самых лучших воспитателей России, не ожидал сам. Первым узнали родители, потом позвонил уже жене. Ну а так, то, что за ему призовое место не ожидал, потому что уровень, повторюсь, участников, конкурсантов был достаточно высокий. Всероссийский конкурс среди воспитательных служб УФСИНа проходил в Казани. Участвовали в нем около ста человек из разных регионов России. Некоторые не первый раз. Сдавали зачеты по физподготовке, демонстрировали приемы самообороны, знания законов, умение владеть оружием. Даже в отряде уверены, Азат Хикматуллин победил не случайно. Начальник отряда у нас в первую очередь отзывчивый, корректный. К каждому осужденному у него свой подход. Ну, с любым вопросом можно к нему подойти. С любым. То есть он на любой вопрос ответит. Доходчивый, понятный. Как воспитатель, Азат занимается с осужденными трудоустройством и решает, когда его подопечные заслужат длительное свидание с родственниками. Настраивает их на честную жизнь после отбывания срока. О работе в исправительной системе он знал не понаслышке уже с детства. Когда-то отец проходил службу в этой системе уже с ранних лет. Я уже представлял, что такое. И уже придя сюда, был более подготовлен. Именно это, по словам Азата, и помогло ему одержать победу на всероссийском конкурсе. А еще уверенность в себе и в том, что должен защитить честь региона. Елена Керн, Елена Галимулина, телеканал «Моя Удмуртия». Ижевск принимает участников необычного фестиваля. На спортивную туристическую тропу, так называется сбор, съехались со всей Удмуртии. За звание самых быстрых и метких сразились люди с ограниченными возможностями здоровья. Об испытаниях на туристическом маршруте и о мечтах участников тропы Елена Буховская. К старту готовится команда на городе психотерапевтического интерната. На старте 12 команд. Все они поклонники настоящего туризма и необыкновенных приключений. Дмитрий Макрушин один из таких. Сегодня он выступает за самую многочисленную команду-участницу «За Можгу» на туристической тропе в первый раз. Готов сразиться за золото, а еще найти новых друзей. И это считает главное. Надо, чтобы больше инвалидов выходило из домов, больше было общения, развивались и физически, и духовно. Каждой команде по четыре человека. Это люди с разными диагнозами. На время ставят палатки, вяжут узлы, выбивают кегли и преодолевают веревочную тропу. Для многих туристические этапы – серьезные испытания. Но этот спортивный маршрут – лишь репетиция. Перед более сложными стартами уверены организаторы. Необходимо развивать туризм. И вот у нас уже два года ездит автопробег на автомобиле с ручной управлением на уроке фестиваля нашествия. Вот сейчас мы сделаем, уже приучать будем инвалидов, их детей, сопровождающих родственников, внимательных, членовских семей к туризму. Пока будем развивать пеший туризм, а потом уже у нас и водный, и конный туризм. Вот такие идеи у нас. А еще участники фестиваля мечтают чаще встречаться, ходить в походы и сидеть у костра. Опыт туриста сегодня получил каждый и уже готов применить его в деле. Сегодняшние участники туристической тропы соберутся вместе уже в августе. На Всероссийском фестивале среди инвалидов на колясках по бочу. Праздник примет Чайковский. Елена Абуховская, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Центр ремесел заработал в Сарапольском районе Удмуртии. Он разместился в селе Сигаево. Пока здесь всего несколько мастеров, но планы очень большие, говорят работники. Основная ставка на реку Кама. Почему, знает Роман Вагинов. Задача центра – сохранять и развивать традиционные ремесла, рассказывает мастер Ольга Юшкова. В ее руках береста превращаются во всевозможные горшочки, солонки и сувениры. В своей работе она использует обычное подсолнечное масло. Так природный материал становится мягче и податливей. Береста заготавливается в лесу в определенное время, когда идет столько движений, чтобы легко снималась береза. Я начала сначала заниматься соломой. И параллельно была на мастер-классах по бересте. Мне тоже заинтересовало это, захотелось этим заниматься. В перспективе у нас открытие ткацкую мастерскую и столярную мастерскую по обработке дерева, конечно, хотим. Ну и у нас перспектива работать с мастерами-надомниками. Наш Сарапольский район, он богат мастерами. У нас занимается очень много. И лозоплетельщики у нас есть. И по деревеобработке, по резьбе по дереву у нас тоже много мастеров. Появится и свой выставочный зал, уверены ремесленники. А чтобы посетителям и гостям района было интереснее, будут проводить мастер-классы. Особая ставка на внутренний туризм. Району есть что показать, ведь расположен он вдоль крупнейшей реки Кама. По туризму у нас есть на нашей Сарапольской земле храмов очень много. У нас есть и фестиваль, который мы проводим всегда, и всероссийский у нас такой фестиваль традиционный, русской культуры, высокий берег. Тоже это событийное такое мероприятие было недавно, прошел в июне месяце. У нас много общественных национальных центров, которые мы можем показать культуру. И татарскую, и удмуртскую, и русскую, и марийскую. Первые туристические маршруты в Сарапольском районе уже заработали. С появлением этого центра работа по продвижению народных ремесел и сельского туризма должна выйти на новый уровень. Петр Пушкин, Роман Вагинов, Александр Широбоков. Телеканал «Моя Удмуртия». И на этом у меня все. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова